В этом году на благоустройство общественных зон двери направлено порядка 99 миллионов рублей из средств федерального, регионального и городского бюджетов. Работы идут полным ходом. На этот год у нас обозначены объекты и уже начата их реализация. Это на бульваре Цаново. Мы можем видеть, что на сегодняшний день выполнены демонтажные работы со стороны Волоколамского проспекта. Выставляется бортовый камень, который обозначит контуры будущих дорожек. Кроме того, в настоящее время ведутся работы на бульваре Радищево от Тверского проспекта до Свободного переулка. В ближайшее время начнется активная фаза производства работы в пойме реки Тьмаки. Особое внимание при разработке проектов уделялось пожеланиям жителей. К примеру, на бульваре Цаново горожане отдали предпочтение широкой пешеходной зоне, велодорожки, обустройство скамеек, урна, освещение и по центру бульвара спортивной детской площадки. В ближайшее время это место обещает превратиться в настоящий парк культуры и отдыха. Работа на бульваре Радищево также в полном разгаре. Этот участок будет выполнен в тех же решениях, что и весь бульвар, ремонт которого был произведен ранее. Когда мы реконструируем вот такие знаковые общественные пространства, как бульвар Радищево, люди понимают, что город развивается. Когда мы реконструируем дворы, они понимают, что мы делаем комфортную среду для них конкретно. Поэтому для нас принципиальным моментом является, когда проходят работы на городских территориях, когда украшаются видовые пространства, когда мы делаем хорошие, значимые дела для всех жителей города. Реализация всего проекта, формирование современной городской среды, как благоустройство дворов, так и мест отдыха, проходит под постоянным контролем со стороны правительства Тверской области, администрации города Твери, Тверской городской думы. Для обеспечения всесторонней оценки к мониторингу работ на всех этапах привлекаются независимые эксперты, представители общественности и участники проекта «Горприемка». Мы на сегодня в нескольких дворах как раз оценивали качество, обратили особое внимание. В одном месте как раз благодаря нашему вмешательству удалось поправить с точки зрения разуклонки, чтобы не создавались лужи, чтобы ливневка была направлена от сток воды, после дождей был направлен именно в сторону ливневой канализации. Вот эти нюансы были учтены. В одном месте было чуть поправлено, подобная проблема решена. Работы по всем объектам должны быть завершены до окончания строительного сезона. Обозначенный срок – 31 октября.